Мы через видеокодер транслируем все, так что через особую программу, поэтому вот так. Все в порядке, сейчас у нас трансляция запущена, стрим идет, и вот Политех. Но вот тем не менее, Александр Завик трудится как белка в колесе в 2022 году как раз таки, да. Ой-ой-ой, момент у Политеха! Гол! Гол! Забивает Политех! Это Руслан Якоб. Я почему, я не говорю там построить стадион какой-то там, что-то. Просто футбольное поле уровня чемпионата области, чтобы болельщики кировского футбола, да, могли спокойно. Вот момент и вот гол! Олег Тарабанов! 1-1! Сложно по логистике. Было бы даже, наверное, логичнее в данной ситуации стадион Нефтяник сделать домашним для авиатора, поскольку, ну это самый ближайший стадион кировскому округу. Вот в атаке. Политех сейчас опасно! И гол! Забивает Политех! Евгений Лапнев отличается, делает счет 2-1. Вторая часть уже фильма. Наверное, ну, тех, кому покорили с рабочей системы. Ой, какой удар! Передиклун действует тут. Поэтому, да, бывают такие вот удары дальние. Бывает, что Владислав часто забивает, а это... А это что там? Это гол! Шедевр! В исполнении молнии! Друзья, это Андрей Трубицын. Вот как они сегодня забивок! Где-то вот выковырили момент и повели 3-2. Время этого матча и по пенальти победу одержал трестфом тогда. И стал вот первым, пока что единственным обладателем Суперкубка Омской области. Вот этого как раз Суперкубка. Ой-ой-ой, какой гол! Гол! Никит Киверин забивает 4-2. Шикарно! Момент у Политеха, Александр, за их справляется. Говорю сейчас вот после этой атаки молнии. Да, молния принимала участие. В 1-8 финале противостоял Омскому Беркуту. Да, Омский Беркут заявился тогда в 22-м году в Кубок России. Комков. Пробивает, забивает, забивает, забивает. 18 номер молнии. Это Борис Комков. 5-2. Молния в атаке... Ой, какой хороший! Гол забивает молния. Это Кирилл Неразнак. Отличается 6-2. Игры. Вот тут надо это отметить. Ну и в частности молния еще раз доказывает то, что хорошо, команда готова. Соявляется молния у нас часто в футбол формат 7 на 7. Является неизменным участником вот этой лиги. Вот момент молнии сейчас хороший возникает. Олег Тарабанов, Тарабанов. Пожалуйста. Кепочки снова забивает свой. 7-2 молния повела. Чтобы все-таки Политех какую-то борьбу навязывал. Молнии так же, как и РЖД Сбер. Ну вот сегодня, да, довелось покомментировать две таких встречи. Но, опять же, это первый тур. Это команды только присматриваются друг к другу. Забивает Политех. Здесь красивая такая вот атака получилась. Евгений Лаптев делает дубль. С мячом был, мяч потеряли. Политех. Прошу прощения, Якоб, да. Что я говорю о Кобе. Якоб, Якоб. Это Андрей Трубицын. Здесь зарабатывает молния. Что Борис Комков, похоже, у нас штатный исполнитель стандартов у молнии. Забивает Борис Комков. 8-3. Лифа-банк, либо 951, 408, 45, 72. Ой, момент у Политеха. Там у нас ВТБ, Теньков. Хороший гол забивает Политеха. Это дубль оформляет Руслан Якоб. И это все. Это все, друзья. Политех уступает. Поверил немножко игрокам. Но это была замена такая массовая. Нет, есть еще время у нас. Конечно, минут 5. Однозначно. И вот хороший гол забивает. Молния. 9-4. Это Никит Киверина. Клятим трудом, посмотрите. Приходится Артему Калюжному там мяч в руки забирать. Много очень работало Артема сегодня. Да, 9 мячей пропущено. Но опять же работы очень много. Вот у Политеха момент. Что здесь придумает Политех? Ну, забивать. Забивать здесь нужно было. Забивать можно было. И нужно было Александр Дубенчак делать счет 5-9. Команды. Играть и что? Заканчивается встреча. 9-5. Молния побеждает. Поздравляем. Помню, что в прямом эфире канал Омский футбол мы работаем. Рядом со мной Борис Компов. Борис, вот поздравляем с победой. Сегодня такой вот достаточно нервный получился первый тайм. Почему так? Первая игра вкатывающая у нас. Состав новый. Мы между собой, так сказать, не очень сыграны. Друг друга в основном знаем, как зовут. По игровым качествам тяжеловато пока понять, кто у нас бежит, кто у нас не бежит. Кто у нас может передать, кто у нас нет. Поэтому привыкали друг к другу, так сказать, для рта. Снова забил Руслан Яков в ворота молнии. Аж салк 2 мяча. Классно. Ну, забивал неоднократно уже. Ну что ж, ну а вот по поводу большого футбола и футбола 7 на 7, если сравнить вот эти две разновидности, как все-таки, в каком проще играть вам? Ну, мне сейчас уже проще более маленький 7 на 7, бегать меньше, побольше думать, конечно. Кому-то наоборот лучше побежать просто у нас, как Олег Тарабанов, такие футболисты. Им побежать, здесь чуть подумать надо иногда, передачу отдать хорошую. Мне легче здесь, объем работы меньше. Давит ли статус фаворита на молнию? Урарту фаворит, какие молнии, что? Ну и так команда, которая будет бороться за призы. Наверное. Урарту фаворит. Урарту, Альпстрой и молния, все-таки, ты команда. Ну, наверное. Между собой решим, кто будет. Спасибо большое, удачи вам, хорошего сезона.